Добрый день, это техцентр Запкия. Сегодня мы будем производить ремонт Хундай Гранд Старекса 2009 года, объем 2,5 литра, 175 лошадиных сил. Приехал он к нам с причиной долго заводится и пропадает тяга. По результатам компьютерной диагностики было выявлено, что вышли из строя 507 датчик топливной рампы, это датчик аварийного сброса и регулятор давления топлива на ТНВД. На данный момент будем делать их замену. То есть я вам буду рассказывать и показывать, как все это производится. Первое, что мы сделаем для нашего удобства, мы снимем жаблон, то есть дворнички. Это нам даст более широкий обзор для работы. То есть сейчас вы все увидите и поймете сами. Начинаем. В первое, что откручиваем дворники. Видим небольшой налет. Возможно, дворники будут сниматься плоховато. Есть небольшая коррозия. Снимаем молдинги. Имеется шланг для омывателя. Его необходимо снять. Еще имеется три клипса скрытые, которых обычно никто не видит. Их тоже нужно снять. Удобим дворник липсу. Отворачиваем два болтика на шесть. Сделаем это немного быстрее. С помощью угловерта. Продолжение следует... Продолжение следует... Следующее наше действие это нужно отсоединить разъем натура дворника Снимаем? Угу И после этого откручиваем основу удаляем эту деталь то есть результат у нас мы получили более большое просторное место чтобы произвести качественную работу нам будет удобней так следующее что мы делаем мы снимаем АКБ ключом на 10 снимаем клеммы аккумулятор у нас не закреплен потому что кронштейн обломан теперь нам нужно снять расширительный бачок то есть он нам будет мешать снимаем от герловины шланг потом герловочкой на 10 секундочку так 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 Трубочку мы сняли, положим ее вместе с топливной трубкой, перед установкой, соответственно, все это будет помыто и продуто воздухом. Верхний жгут мы сейчас отсоединим. Управление дроссельной заслонкой. Уберем его наверх. Суночки обратно мы закроем. Разбежание, попадание туда какой-либо мусора, грязи и так далее. Следующий этап нужно снять воздушную магистраль для управления дроссельной заслонкой. То есть этот шланг. И откручиваем еще один болтик вот здесь, снизу. На шесть. Вот мы ее сняли. Выглядит она вот так. Убираем на вторую ручку. Следующий этап. Сейчас управление коробкой жгут. Нужно также открутить. Что у нас следующее? Следующий. Следующий у нас идет. Надо снять клапан EGR. Сейчас мы возьмем угловерт и будем это делать. Два болтика на восемь. Откручиваем. Потом откручиваем сам клапан EGR. То есть он у нас держится основные четыре болта. Это то есть раз, два и там еще два, три, четыре. И кронштейн, пятый болт. Он находится вон там. Снова берем угловерт. Берем плавающий переходник. И головочку на двенадцать. Откручиваем кронштейн. Откручиваем кронштейн. Откручиваем кронштейн. Откручиваем кронштейн. кронштейн. Откручиваем кронштейн. Теперь отворачиваем саму основу клапан EGR. Откручиваем кронштейн. Откручиваем кронштейн. Откручиваем кронштейн. Откручиваем кронштейн. И нам нужно его немного опустить. Для того, чтобы был доступ к кронштейн. То есть прокладочку вытаскиваем кронштейн. Откручиваем кронштейн. Откручиваем кронштейн. То есть что мы будем делать. Сейчас мы снимем разъемчики. С датчика лямбда зонда. Уберем управление турбиной. Вакуумный шланг. После этого создадим разъем свечей накала. Берем его в стороночку. И открутим. Другую головочку надо взять. Защитный кожух. У нас снят. То есть нам нужно добраться вот до тех двух гаечек. Чтобы их ослабить. Что мы сейчас и будем делать. Ох. 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 Так. Ну. Следующее что мы будем делать. Это замена датчика аварийного сброса. Топленной рампе. То есть 507 датчик. Что нам необходимо. Нам необходим ключ на 30. Рожковый. И будем его снимать. Опять же. Повторюсь. Что. Никаких воздействий на датчик. То есть ударов. Или что то еще подобное. Нельзя. Не допускается. Здесь. То есть. Вот таким образом. Мы его. Вынимаем оттуда. Чистим. И. Продуваем полость. Куда он устанавливается. Вот. Наш датчик. Тоже бошевский. Оригинальный. Достаем. Достаем его. То есть. Так же. Как и на 633 датчике. Необходимо. Либо. Кольцо уплотнительное. Либо смазать диск топливом. То есть. Либо. Брезник ВДшечки. Обычно я пользуюсь ВДшечкой. И опять же аккуратно устанавливаем его. Так же берем ключик на 30 градусов. И. То есть. Разъем под датчик. У нас должен быть в вертикальном положении. И. Затягиваем его. То есть. Мы его затянули. Установили. Сейчас. Коллектор у нас. Впускной уже помыт. Топливные трубки тоже помыты. И. Следующее. Чем мы займемся. Это. Обратные сборки. Топливные трубки тоже помыты. В соответствии. С тем. Как мы разбираем. Вот. То есть. Датчики. Замену произвели. И. Сейчас поставим коллектор. Соберем. И. Вновь будем делать компьютерную диагностику. И. По. В соответствии. С тем. Что я вам показал. Вот. Никаким. Другим способом. Делать этого не стоит. Всё.